Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Seydin Live. Сегодня пятница, 1 ноября, время 21 час 1 минута в Киеве и 22 часа 1 минута в Москве. Напоминаю, теперь время разницы между Москвой и Киевом в 1 час. Соответственно, Киев перешел на зимнее время, как и Европа, а вот Россия осталась в своем времени. Так что теперь у нас разница в час, но я приветствую всех зрителей и приветствую, конечно, сегодняшнего нашего гостя Михаила Ивановича Крутихина. Михаил Иванович, рад вас видеть. Добрый вечер. Ну, назвали мы так, ждать ли иранские войска в Украине, так сказать, провокативно мы это позволили себе назвать. Но, в общем, ход обсуждения, может, не всегда мы с вами беседуем, ну, было такое, по поводу проблем смежных с энергетическими. А они, мне кажется, безусловно, на основную тему вашей экспертизы всегда влияют. Ну, и особенно тем, что вы высоковед, и, в общем, вам этот регион не чужой, а для нас представляет интерес. В каком контексте? Ну, вот заключила Москва с Пхеньяном соглашение о военной помощи, о военном сотрудничестве. И вот мы уже видим его практическую реализацию, говорят, говорят западная пресса, что до 8 тысяч уже якобы направлено в зону боевых действий. Ну, вроде как в Курской области, хотя, опять же, данные неточные, но точно, что северокорейские военнослужащие примут участие в войне. И, мало того, вот буквально накануне, я эту информацию Михаил Ивановичу присылал, Лавров заявил буквально, вот, что называется, вчера о том, что, значит, я процитирую его слова, о том, что договор о всеобъявленном стратегическом партнерстве между Россией и Ираном готовится к подписанию, Михаил Иванович, в ближайшее время. Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности. По его словам, в договоре будет закреплено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и их взаимодействия в интересах мира и безопасности регионального глава ООН. Ну, это понятно насчет мира, а вот сама по себе это ситуация, при которой мы увидим у второго военного союзника Москвы такое же соглашение, аналогичному северокорейскому. Ну, и как бы на поверхности лежащий вывод, действительно ли вот как и Пхеньян, какой-нибудь КСИР может направить в случае заключения такого соглашения свои соединения военнослужащих в зону боевых действий в Украину или там, я не знаю, в Курскую область. Такое можно ожидать? В чем разница между Пхеньяном и Тегераном в этом смысле? Значит ли это, что Москва, а Москва, понятно, заинтересована в живой силе, и какая разница расходовать северокорейцев или расходовать иранцев? То есть, в данном случае не в этом вопрос, а вот что, во-первых, Москва может заплатить за это? Например, предложат, а мы вам ядерное оружие поможем создать. Вот за такое могут направить военнослужащих, которые без того взаимодействуют в Сирии с российскими войсками, отправить, помогать дружественной Москве воевать на ее стороне в так называемой специальной военной операции. Вот это самая общая постановка вопроса. Ну и, собственно говоря, конкретно, что вы думаете по поводу соглашения и по поводу возможности появления иранских войск в Украине? Я в конкретные соглашения не очень-то и верю. Я вижу, как его готовили, готовили с огромным трудом и продолжают готовить, и, по-моему, там проблемы остаются. То есть, хотели его подписать в Казани, когда там был такой большой сабантуй в Казани, приехал иранский президент, но было заранее объявлено, что не удалось пока сформулировать все, что хотели сформулировать, и поэтому подпишем, когда в следующий раз приедет иранский президент в Москву. Никакой даты нет, никакого прогресса в подготовке этого документа нет, и я думаю, это не случайно. Потому что, судя по всему, документ, если верить Лаврову и его словам, он должен быть очень обтекаемым и общего такого характера. Ребята, мы расписываемся в нашей вечной дружбе, в координации усилий и много-много-много красивых слов о конкретике нормальной дорожной карты, кто за что будет отвечать, во что выльется это сотрудничество. Ну, действительно, не будет ли там написано, что в случае нападения на одну из сторон, другая сторона будет оказывать посильную военную помощь своему партнеру? Вот этого там я, боюсь, не боюсь, а этого там, скорее всего, я не увижу. Второе. В Иране сейчас настроение, в том числе в руководстве иранском, не только в массах иранских, очень скептическое по отношению к России. И скептическое не потому, что России нельзя верить, потому что это не договороспособная сторона. Уж сколько договоров, контрактов, соглашений, бог знает чего, порвали в Москве, включая все международное право, собственную конституцию, уголовные кодексы и так далее. Это не правовое государство, где, в общем-то, верить ему нельзя. То есть подпись его под этим документом, она ничего не стоит. Это первое. Второе. Почему есть такое недовольство России, и оно крепче. Вот я все время сейчас слушаю, смотрю клипы и слушаю, слушаю, слушаю вот иранских деятелей и руководителей иранских. Ирана. И оппозиции. Ирана, ирана, ирана. И плюс еще оппозицию. То есть дошло до того, что я утром просыпаюсь и ловлю себя на том, что у меня еще звучат, я во сне разговаривал по-персидски, и у меня концы фраз еще до сих пор в голове звучат. То есть я уже немножко подвинулся до почвы современного фарсика. Недовольство тем, что Москва, судя по всему, подвела Тегеран с точки зрения противовоздушной обороны. Именно Москва подвела вот эти С-30, которые уничтожены израильтяне. Да, да, да. То есть Москва подвела. Во-первых, упреки такие, что очень много денег взяли, а пользы никакой. То есть вот они совершенно ничего не смогли сделать для того, чтобы отразить израильское нападение. Вот тут зафиксировано. То есть F-35, израильцы, которые наносили удар ракетами воздух-земля. То есть я правильно понимаю, что они жалуются на то, что российские ПВО не смогли защитить, вот эти С-300, не смогли защитить наземные военные объекты от попадания этих средств. Но вообще ПВО не работало. Вот все вот эти С-300. Затем аналоги. Якобы у Ирана есть аналоги С-400, которые они сами сделали на коленке где-то. И вот они тоже не включились и не стали работать. Сейчас идут жуткие оправдания у комментаторов иранских. Вот один из комментаторов мне ужасно понравился. Там вообще много такой фантастической чепухи идет в эфир. Один сказал так. Вы все неправильно понимаете. Вот не было никаких трех волн израильского нападения на Иран. Была первая волна, и все эти самолеты не долетели до иранской границы. Они внезапно обнаружили, что там такая мощная стоит система противовоздушной обороны и противосамолетной обороны. Что с ней справиться невозможно. Неожиданно, негаданно, непредсказуемо и так далее. И все улетели обратно. Не было ни второй, ни третьей волны. Вот такие вот даже теории. А сейчас... Но объекты разбомлены, я так понимаю. Но а кто его знает? Вот никто об этом в Иране внутри, вот руководители, не говорят. Картинки не показывают такие. Вот это все... Да, мало того, сейчас идут вот такие разговоры. Первый. Значит, у Ирана есть, оказывается, 17 абсолютно новых и непредсказуемых систем ПВО, которые полностью защитили воздушное пространство страны. Что за 17 систем, никто понять не может. Следующее, что говорят вот эти товарищи. Мы имеем сейчас ракету и не одну, а гиперзвуковую, которая в пять раз быстрее звука летит. И она может раздолбать Израиль, весь там вообще все, что только можно. И никакая израильская оборона, железные куполы и все остальное ничего не сделают с нею. Дальше. И вдруг, значит, еще одни комментаторы говорят, вы знаете, у нас целая куча есть баллистических ракет, которые мы наделали. И мало того, судя по всему, из России мы теперь будем получать баллистические ракеты. И по последнему сообщению вот этих комментаторов, в Иран якобы прибыл военно-транспортный самолет с каким-то оснащением, с какими-то ракетами, большая делегация генералов и инженеров, которые будут исправлять поврежденные системы С-300. И вообще тут развивается военное сотрудничество плодотворное. И Израиль напротив Исламской Республики совершенно не потянуть. Вот там столько говорится, много чего. И что вот интересно, на фоне всего этого вдруг пошли в американскую печать утечки. Значит, последняя утечка, по-моему, Нью-Йорк Таймс, она все-таки была. Объявили, что, судя по всему, верховный лидер, духовный лидер отдал приказ подготовить схему нового удара по Израиле. Вот, значит, туда что-то такое выпустил. Значит, я думаю, откуда это вот все могло взяться? Давал он такой указ, не давал. Я послушал его первое публичное выступление после израильского налета. Он выждал пару дней, наконец, значит, решился там на встрече с семьями погибших. И он сказал там две вещи. Вещь номер один такая, ну, не вещь, а тезис номер один. Это давайте, ребят, не преувеличивать значение вот этого удара и не преуменьшать значение этого удара. Ну, ладно, и так, и так можно трактовать. А второе, что он сказал, я никаких указаний не давал, решение о том, отвечать, не отвечать, каким образом отвечать, будут принимать люди, которые специалисты, они знают, как это делать. Вот им это и поручится, пусть они там что-то такое придумают. Это не я буду вот решение там такое принимать. Вот, был такой еще второй тезис. Возможно, какой-то источник, которым пользовались New York Times, он воспользовался вот этими словами Каменаи и сказал, вот видите, дано указание разработать план. Но нету такого, не было такого указания разработать. Мало того, вот судя по выступлениям, даже по выступлениям, которые не должны были просочиться куда-то в широкую печать, в большой эфир, видно, что в Иране страшно боятся обострения обстановки, потому что это может вызвать тяжелые экономические последствия, и затем публика, которая и так недовольна религиозным руководством, в общем, есть такое недовольство широкое, оно начнет обвинять руководство в том, что, смотрите, вот мы во всем виноваты. Я послушал еще одно замечательное выступление президента Масуда Пизешкияна. Вот когда он, это перед тем, как он вручил проект бюджета в парламенте, вот положил на стол вот эти папки этого бюджета, он выступил с криками, вот он орал на депутатов, и крики закричались. Вот половина криков, она была такая, как вы не понимаете, в экономической ситуации катастрофическая, у нас дисбалансы, вот слово дисбалансы, он повторял и повторял, дисбаланс в энергоснабжении, у нас могут быть веерные отключения, дисбаланс у нас в газоснабжении, мы никак не можем, в общем-то, всех удовлетворить так, как надо. Дисбаланс снабжения нефтепродуктами, то есть топливом. Вот он кричал про эти дисбалансы, и, в общем-то, прямо указывал на то, что страна в таком положении, что обострение ситуации может привести к тяжелейшим последствиям. В Иране этого очень боятся. И, по-моему, сейчас вот в Иране, несмотря на очень такую серьезную риторику воинственную, она идет вот от руководителей корпуса стражей исламской революции, я там тоже вот эти крики послушал на митингах, ой-ой-ой, как они там кричат, Израиль слабый, мы сильные, мы там все, мы сделаем все, что только можно. Очень такие. А уж комментаторы из оппозиции, что делают с этими всеми выступлениями, это одно удовольствие послушать. Потому что там логики-то нет никакой, там вот только вот эта риторика. И, судя по всему, вот у меня складывается такое впечатление, что в Иране страшно боятся, что кто-то спровоцирует Израиль на новый удар. Потому что, не дай бог, где-нибудь та же Хизбалла там что-то учинит радикальное, если она еще способна на это. Или какие-то герои там из стражей исламской революции запустят какую-нибудь ракету по танкеру в Персидском заливе или там вообще по Израилю еще. Какую-нибудь глупость там совершат. Очень этого бояться и не хотят. И когда мы слышим, вот не слышим, мы видим публикации, в той же американской печати, что якобы принято решение нанести удар по Израилю до голосования, до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Вот до пятого числа. И уже считают дни, считают часы, когда вот это все должно произойти. А я никак не могу понять, а как это все связано-то? Ну, причем здесь вот голосование. Есть много поводов думать, что это не имеет абсолютно никакой связи. Ну, с тем, что делается в Иране. Ну, когда американский избиратель идет голосовать, он руководствуется какими-то приоритетами. Вот что ему интересно, за что он там голосует. И когда мы смотрим, ну, те же самые претенденты на Белый дом, они тоже исходят из тех самых национальных интересов Соединенных Штатов, которые интересны избирателям. Первое – это экономика, налоги, миграция. И вот много-много вот этих… Можно перечислять это все довольно долго. А как же с внешней политикой-то? И когда мы смотрим на внешнюю политику, ну, пусть это будет Ближний Восток. Пусть это будет Израиль с Ираном. Пусть это будет Россия с Украиной. Это где-то там 16-17, если не 85-е место. Вот избирателю это совершенно долампочнее. Он заинтересован в том, что в Америке, вот с его карманом делается, с его социально-экономическим положением. Вот за что он идет голосовать. Или против чего он идет голосовать. Он не идет голосовать за то, что там где-то что-то случилось, и кто-то по кому-то удар какой-то ракетный нанес. Ему это… Он даже вообще не подозревает, зачем это все нужно. Ну да, раньше было такое подозрение. Вот обострится обстановка, будет дефицит нефти, поскольку ей некуда будет идти, невозможно выйти из Персидского залива. И тогда повысятся цены на бензоколонках, и вот тут-то вот нынешняя администрация Байдена, она будет страдать, и она проиграет выборы только потому, что будет вот такое недовольство ее действиями. Тоже притянуто за уши, на мой взгляд. Но сейчас что, когда несколько дней осталось до окончания голосования, этот здесь, вот этот фактор тут, он ничего не сыграет, ни при чем здесь. И поэтому связывать вообще выборы с тем, что якобы в Израиле, в Иране собираются нанести новый удар, ну, глупость это. Второе. Еще начали теперь просчитывать, план нарисовали, вот сколько тут военных экспертов, что якобы иранцы будут наносить удар с территории Ирака. А это как? Это зачем вообще? К чему это все? Это опять такая же вот в точности фантастика. Ну, ладно. Во-первых, все хорошо отслеживается, естественно. И спутниковыми данными, бог знает, чем еще там отслеживается. И потом это невозможно скрыть. Я только сегодня слушал там одного иранца, который говорит, ты знаешь, вот я заметил, военные грузовики тут у нас по трем шоссе, неподалеку идут, идут. Такого раньше не было. Мы, говорят, сначала думали, что это вот они готовятся к удару, и вот эти грузовики какие-то ракеты куда-нибудь возят, еще чего-то. А потом, говорят, немножко там покумекали, с кем-то посоветовались, посмотрели. Нет, вот эти все большие перемещения грузовиков и всего прочего, это пытаются укрыться от возможного удара Израиля. Не потому, что сами хотят удар нанести, а просто попрятаться куда-то. Очень много паники. То начали вот распространять слухи о том, что взрыв в южной части Тегерана, там, где гробница Аяталы-Хамейни находится, а там неподалеку действительно стоит позиция вот этого самого С-300, по которой был нанесен удар. Ну, очень недалеко, но я думаю, километра полтора, может быть, будет между ними, между вот этими точками. Вот гробница, туда никого сейчас не пускают, она взорвана. Потом начали расходиться слухи, что наш дом, где жил сам верховный лидер, нынешний верховный лидер, тоже там какой-то взрыв. Там не было ничего, никаких взрывов. То есть ситуация напоминает панику и ужасную боязнь за то, что вот кто-то может спровоцировать обострение. Вот на чем сходится. Я не ожидаю, что иранцы, вот если все... Это будет явным обострением, вовлечением в войну с Россией, в заключении такого договора. Тогда уже... То есть нанести по Ирану удар проще, чем по Пхеньяну. Вот я о чем. Потому что у Пхеньяна есть ядерная пушка, у Ирана нет, ну и так далее, и так далее. Нет, нет, тут есть еще другое соображение. Есть еще другое соображение в пользу того, что мы не должны ждать появления иранских войск на Украинском фронте. Дело все в том, что вот есть идеологическая основа командирования вот этого корпуса стражи исламской эволюции в Ирак, Сирию, в поддержку Хезбаллы, но сейчас через хуситов еще в Йемене и так далее. Вот туда. Идеологическая основа первая это распространение шиизма. Вы посмотрите, в странах, где большинство суннитов, туда они не суются. Это вообще. Это религиозное движение. Идеология это распространение. Вторая часть идеологии, основы, на которой существует Исламская республика, которая заложена Айатолой Хамени еще, вот как основы существования ее, сама идея, это истребление всех евреев и ликвидации государства Израиля. Что им делать на российско-украинском фронте? Желинские евреи истреблять? Да, но где-то можно с натяжкой сказать, вы посмотрите, как голосует Украина в той же Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Ведь против Израиля очень часто голосует и вообще такую позицию занимает, недружественную, я бы так сказал, как та же Норвегия, например. Да, то есть, ну для того, чтобы вот туда идти, распространять шиитский ислам или истреблять евреев, ну недостаточно вот того, что там идет война, развязанная Путиным, чтобы туда вмешиваться. Иранцы в этом плане и корпус стражи, и даже армия в меньшей степени, они очень идеологизированы. Просто так умирать не пойдут, как Северокая. Нет, нет, нет. Это вот на этом все было завязано. Потому что, когда основывали вот эту исламскую, я свидетель был того, как она появлялась, там была такая возможность очень отдаленная. Связывали такие пути либо с какими-то буржуазными либералами, либо просто с коммунистическими элементами, и против них там велась жуткая такая кампания. А возможность такая, что давайте теперь, вот мы диктатуру свергли, вот теперь больше нету таких тюрем, пыточных камер, там вот Шах больше нас не угнетает. Давайте мы вот Шахскую отрицательную отсюда отвергнем, а дальше будем развивать нормальное сотрудничество с другими странами, впишемся в мировую экономику, будем демократичными. Ну как, Южная Корея пошла по этому пути, а Северная Корея пошла по пути идеологизации. Нет, вот товарищ Камени сказал, нет, наша главная задача, это вот идеология, вот это наша. Это, и он все это нарисовал, распространение ислама, как он сказал на самом деле, шиитского ислама. И второе, это вот самый главный враг, это давайте вот целью поставим уничтожить государство Израиль. Все, больше там ничего нету. И поэтому все силы были брошены именно на это, вот на идеологию, а не на демократию, там участие населения в управлении страной и так далее. Нас смотрят 12 тысяч почти 350 зрителей и 3500 почти поставили свои лайки. Огромная просьба к нашим зрителям. Сегодня пятница, конечно, только что, я не знаю, продолжается Хеллоуин, не продолжается, может кто-то в это вовлекся, но так или иначе, нам важно, чтобы ссылки на этот эфир вы распространяли в своих аккаунтах в социальных сетях, группу, пересылали по мессенджерам своим друзьям, особенно те, кто нас смотрит из России, это хороший способ распространять наши эфиры. Ну и, конечно же, ставьте лайки, чтобы мы попадали в рекомендованные наши эфиры, таким образом повышали охват, ну, все из этого вытекает. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фегин Лайф. У нас в чате по ссылке стоит указание на игру Зомби Апокалипсс Война Марка Фегина, и кто играет в компьютерные игры, может ее напрямую скачать. Вот, напоминаю вам также, это такая политизированная игра компьютерная, там вы будете сражаться с зет-патриотами и всякого рода зет-руководителями московскими. Такая для пятницы, для Хеллоуина вполне подходящая тема, я вам скажу. Не забывайте об этом. А мы, собственно, на уже 26-й минуте продолжаем обсуждать. Вот смотрите, какая получается ситуация, Михаил Владимирович. Москва пошла на явную эскалацию, на явное обострение. В общем, пригласив северокорейские войска, договорившись, подписав соответствующее соглашение. И вот они со дня на день должны появиться. Вы же знаете, по любому, так сказать, любое обострение, любая эскалация, она имеет значение, если ты идешь по нарастающей. То есть нельзя их посадить в автобусы или в поезда или на баржу и обратно отправить. Но скажут все. Не потянули или они не оправдали ожидания. Тут, в общем, очень важно продолжать эту линию сказа до точки, когда ты получишь промежуточный итог в виде какой-то относительной победы или успеха или достижения цели, как они говорят СВО. И в этом смысле педалирование темы, но они сначала ей угрожают, что вот еще и Иран и так далее, ну пусть даже не путем того, что иранские войска приедут бок о бок с северокорейцами воевать с украинцами. Допустим, этого не случится. Но сама по себе ситуация, при которой Москва стимулирует, провоцирует театры военных действий, что на Ближнем Востоке, заключая военные соглашения и, так сказать, помогая, возможно, Ирану в разных программах, мы сейчас об этом подробнее скажем, и, соответственно, в Юго-Восточной Азии на Корейском полуострове, ну она увеличивает количество конфликтов и на фоне их, если идет война на Ближнем Востоке, вот такая, какая она идет, или если загорится Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, ну сказать, слушайте, ну у нас не самая худшая ситуация в Восточной Европе, у вас там вон чертечет варится в нескольких странах. Вот, и значит все равно Москве важно любым способом, она заинтересована, втянуть Иран, ну если не непосредственно, не вовлечь войну непосредственно, то хотя бы там получить дополнительные возможности по военной промышленности Ирана и так далее. Вот если Израиль действительно разбомбил военные объекты, в частности, ну насколько можно увидеть, как об этом заявляет сам Израиль и некоторые западные источники, вот эти военные заводы, которые производят баллистические ракеты, производят шахеды, производят, видимо, какие-то узлы деталей, говорят, топливный какой-то завод, который смешивал для ракет топливо, но я не знаю, все равно все эти сведения, они не точны. Значит ли это, что Иран, ну в принципе, уже меньше может помочь в войне с Украиной, вот с этой точки зрения, военных поставок, военных боеприпасов, средств и так далее. И, ну как бы, это объективно может помочь Украине. Как вы на это сводите? Да, я, вот в это я верю, потому что я вижу, ну даже независимые эксперты, которые, ну институт изучения войны, вот этот знаменитет, который, да, да. Его критикуют вполне они. Да, ну можно его критиковать, но он указывает, где, ну совершенно точно, были нанесены удары, публикуются карты, спутниковые снимки, завод, который выпускал, ну выпускает твердое топливо для тех самых баллистических иранских ракет. Вот у него там эти установки, по-моему, шесть или семь каких-то, как-то они там даже хитро очень называются, глобальные какие-то, что-то такое вот этих. Я не знаю, как. Я не военный эксперт, и тем более не эксперт, вот в этой технологии. Но из этих шести или семи установок две уничтожены. Это видно. Что две уничтожены. Для того, чтобы их каким-то образом восстановить, ну, как говорят, нужно закупать все у Китая, опять-таки, и где-то год или два это должно пройти, чтобы их восстановить. Значит, ну не уничтожен этот потенциал начинки для ракет, топливной начинки для ракет, но он сильно ослаблен. Мы видим большой пожар, вот было действительно, хоть это тщательно скрывают, вот не дают публиковать эти все вещи в Иране, пожар на заводе, который производил беспилотники. То есть очень большой такой, серьезный пожар. Мы видим удары по предприятию, парчин, так называемый, которая производила, ну, тонкую технологию для наведения ракет и так далее, ну, что-то вот такое очень тонкое. Мало того, про это предприятие всегда говорили, что оно может быть в будущем использовано для того, чтобы, ну, делать какие-то компоненты ядерного оружия. И вот туда тоже нанесен удар, и довольно, по-моему, серьезный удар нанесен. Сколько и как вот по позициям ПВО, по этим самым С-300 и так далее, вот тут сказать трудно, но кто-то вот мне все время из довольно авторитетных людей говорит, что, судя по всему, все это уничтожено. То есть все надо заранее, все это надо снова что-то такое делать. А в Москве вот этого сотрудничества, ну, вот быстренько развить это сотрудничество не удастся, потому что Москве самой нужно все это. То есть вот все эти С-300, которые, ну, хоть они плохо себя и показали, но все равно их всюду пихают, всюду суют. Нельзя же всю Россию затянуть, вот как паутинкой затянули московский нефтеперерабатывающий завод. Я снимки эти смешные вижу, там с большой трубы тянутся паутинки, якобы против дронов и так далее. Нужны какие-то более или менее современные системы против воздушных налетов. А этого в Москве не хватает. То есть Иран не может получить это сейчас. А если и будет, например, заказ на что-то, то, ну, вот Москва долго-долго отказывалась С-35 давать Ирану. Они очень даже обижались, что почему вот мы не получаем от вас там этих истребителей. А сейчас у Москвы у самой этого дела не хватает. То есть что она будет давать Ирану? Вот такое сотрудничество, я думаю, сейчас очень сильно затруднено. И Иран будет стремиться, может быть, когда вот проходили слухи, что из Ирана в Россию отправили баллистические ракеты. Да, 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 все это было. И президент Пизешкиан сказал, нет, вот ничего не отправляли. Ну, кто его знает, отправляли, не отправляли. Он сказал, в мое президентство этого не было, не будет. Но Ирану сейчас этого, у них самих не хватает этого хозяйства. То есть они куда-то отправлять не будут. А Москва, если уж она из Ирана эти шахеды получает, и иранцы помогли им наладить сборку этих шахедов, то она тоже вот это в Иран поставлять не собирается. И я не вижу возможности для серьезного развития военно-технического сотрудничества. Во-первых, они и та, и другая сторона ужасно нуждаются в этом, но дать другому мало что могут. То есть обмена не получается. Вот все нуждаются. Еще бы у кого-то еще взять, и тот, и другой хотели бы. Но вот друг с другом обмениваться, это как вот торговля между арабскими государствами. Я когда-то у одного арабского экономиста спросил, слушайте, а почему у вас вот товарообмен между арабскими странами всего 4% по сравнению с товарообменом с другим миром, с окружающим миром, китайцы, американцы, Европа и так далее. Он говорит, а что мы будем друг другу поставлять? Брынзу, говорят, финики. Но здесь то же самое. Вот это военно-техническое сотрудничество Ирана и России сейчас, это на уровне обмена брынзой и финиками. То есть и тем не нужно это вот то, что есть, и этим не нужно. И сами съедим, что называется. Ну, нет, нет, я в это военное сотрудничество не верю. И главное для меня, вот зная иранцев, это вот нынешняя атмосфера недовольства России и недоверия к ней. Ну, там по традиции. Оно ведь, вот мы с вами в нескольких эфирах это обсуждали. Это идеологическое, традиционное отношение к Москве, да? И дополнительно, Москва, в общем, и Афганистан сыграл роль. Там много исторических причин. Нет, ну, были в истории очень розовые такие, замечательные розовые годы, моменты. Ну, например, 70-е годы, когда Россия с конца где-то 67-68 года... Ну, а мы говорим о Пасхисламской революции. Мы все-таки имеем в виду новое у кого-то. Ну, тот старый шахский Иран, вот там и Россия. Я все-таки в иранской армии, говорю, послужил. И вот там было советского оборудования и советского оружия было очень много. То есть это все было замечательно. Поставляли, поставляли. И вот я помню, поля, заставленные военными грузовиками, да еще и с прицепами вооружения к этим грузовикам, было хорошее сотрудничество, очень плодотворное. Я сейчас смотрю, почетный караул какой-нибудь выстраивается. У них Калашниковы в Иране. А раньше это были австрийские винтовки Ж-3. Там Китай, наверное, поставляет еще что-то, помимо прочего. Я просто не знаю, что там Китай поставляет. Думаю, да. Ну, скорее всего. Скорее всего. У китайцев-то что там? Если без стоимости дешевле. Ну, понятно. То есть, в общем, можно констатировать, что Иран и без ударов Израиля, которых они так опасались, в общем, не испытывал большего энтузиазма, чем нужно по поводу сотрудничества с Москвой именно по части СВО, поставок боеприпасов, всего остального. А теперь, получается, все-таки израильские удары, они создали ту степень напряжения, которая не позволяет Ирану вовлечься в эту эскалацию больше. Я правильно констатировал? Правильно. В целом правильно. Но вот если говорить о перспективах такого соглашения о сотрудничестве, всеобъемлющего какого-то говорят. Да. Вот так говорит этот Лавров. Ну, да-да-да. Ну, Лавров, понятно. Понятно. Что такое? А вообще что? Там же еще другие статьи сотрудничества есть. Энергетическое сотрудничество. А это как? А это как? А что они могут друг другу предложить? Ну, да. Иран пытается увеличить экспорт нефти, в том числе контрабандный экспорт, бросая вызов всем, санкциям, амбарго и так далее, и так далее. И что? Вот Россия, скажем, через Каспий, через что-то, через Иран, будет туда отправлять свою нефть, и он будет эту нефть тоже пристраивать на внешние рынки? Нет, это конкуренты. Он не будет это делать. Газ, газ через Иран. Вот сколько уже даже иранцы откликнулись и сказали, вы знаете, мы серьезно рассмотрим эту вот вашу схему, которую вы предлагаете. То есть вы предлагаете поставлять газ, а мы потом этот газ будем экспортировать. Это как? Куда они будут экспортировать? С жиженного природного газа? У них нет таких заводов, нет технологий, им не дают. Трубопроводы, они хотели в Пакистан отправить, а Пакистан сказал, нет, не будем, американцы не хотят, чтобы мы тут получали ваш газ. Немножко получает Ирак, немножко кувеет, и чуть-чуть отправляют через границу в Турцию. А что? И свой газ некуда девать, зачем им российский? Зачем им продвигать газ конкурентов? То есть вот куда ни посмотрим, сотрудничества никакого не получается. Это когда вот Иран был отсталым, более или менее таким отсталым, и Советский Союз мощный стал там строить и электростанцию, и металлургический завод, и бог знает что еще, и атомную станцию в конце концов построил в Бушере. Сейчас это совершенно другая картина. То есть во многих отношениях Иран не отсталая страна, то есть и отсталых российских технологий ему совершенно не нужно. Нас 15 тысяч зрителей смотрят, и почти 4600 поставили свои лайки. Мы в эфире уже 38 минут, сейчас у нас еще есть несколько тем, которые мы хотели обсудить. Пожалуйста, ссылки на этот эфир, размещайте своих аккаунтов в социальных сетях, в группах, обязательно ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал Феден Лайф, это очень для нас важно. Смотрите, отдельная тема, это все-таки Иран и ядерное оружие. Ну, логика, то, что лежит на поверхности, это интерес Ирана к Москве, ну, понятно, что технология там беда, но все-таки ядерное оружие остается приоритетной, стратегической темой, понятно, что вокруг нее слишком много всего, но, ну, в общем, по логике, кроме Москвы, то и некому поделиться этими ядерными технологиями. Ну, кто-то говорит о Пакистане, кто-то о Северной Корее, но так-то на самом деле, в общем и целом, интерес к Москве у того же Ирана может быть выражен только по части помощи в создании этих ядерного оружия. Ну, я не знаю, это очевидная вещь, непонятно, какая там динамика этого взаимодействия, ну, на мой взгляд, что-то там есть, безусловно, вот, какая здесь перспектива, понимаете, потому что тут, я следующий вопрос задам про Трампа, но все-таки Иран откажется от идеи обрести ядерное оружие, стать пороговой страной, или он уже им обладает, как некоторые источники пишут, хотя мало подтвержденные. То, что Россия, ну, гипотетически, может передать технологии или даже напрямую какое-то ядерное оружие, это, в это можно поверить, потому что Россия, ну, тот же договор о нераспространении ядерного оружия, что-то есть. Да, все эти договоры, Россия не договороспособна, она дорушает все, что только может. Это неправовое государство, основанное на абсолютной лжи. То есть может это дело сделать. Теперь с иранской стороны. То, что Иран сейчас делает, это обогащение урана, это не часть изготовления ядерного оружия, оружейного плутония они не делают. Мало того, в Иране есть доктрина, ядерная доктрина, так называемая, которая основана на фетве, на религиозном предписании вот этого самого Айаталы Али Хаминеи. И он распорядился прекратить работы по созданию ядерного оружия, поскольку это не соответствует нормам ислама. Сейчас вот этого самого верху духовного лидера атакуют ястребы, прям пофамильно можно назвать, депутатов парламента Меджинса, деятели корпуса стражи исламской революции, вот эти ястребы, условно говоря, которые прямо требуют открыто, слух, давайте как-то изменим эту доктрину, пересмотрим ее, отредактируем. Хаминеи на это не идет, потому что он Айатала, и говорить о том, что он вот издал религиозные предписания, а потом, значит, извините, я ошибся, на самом деле ислам вот это не запрещает, ну, у него не поднимется рука сказать, что он ошибся. Не может Айатала ошибаться, потому что все свои предписания он строит на принципах ислама, как вот он их понимает, и насколько он это все знает. И это вот большое препятствие. Второе, для того, чтобы создать ядерное оружие, там нужно много что получить. Вот какие-то технологии, узлы, оборудование, там еще что-то. Я, опять-таки, разговаривал с американскими специалистами, которые занимаются вопросами ядерного оружия, и они мне говорят, вы знаете, вот по нашим данным, до сих пор вот в Иран никто ниоткуда не поставлял вот эти вот нужные компоненты. Без чего не может быть ядерного оружия. Вот Ирана это дело не получил. И поэтому, когда вот были рассуждения о том, что Израиль мог бы нанести удары по ядерным объектам. Ну, по каким объектам? Вот по тем самым центрифугам, которые там под землей, в пещерах стоят и обогащают уран. А смысл-то какой? Ну вот, да, скажем, на сколько-то лет они замедлят вот это вот обогащение урана путем разрушения части этих центрифуг. Или были такие кибератаки, когда эти центрифуги вдруг остановились, потому что, ну, было неизвестно, кто совершил атаку на программное обеспечение вот этих всех заводов. Поможет это свержению режима исламских богословов, вот режима Исламской Республики? Да нет. То есть населению Ирана до лампочки. Вот работают эти центрифуги или не работают? Они за свой карман опасаются, и за свой стол накрытый к праздникам. А вот центрифуги, это не повлияет никак, ни их разрушение. И поэтому израильтяне приняли совершенно правильное решение. А что нам эти центрифуги, зачем это сдались? Давайте вот мы нанесем ударчик вот по тому заводу, который делает какое-то оборудование, которое в будущем может быть использовано для ядерного оружия. Там да, вот туда нанесем удар. Все правильно. И поэтому, ну нет у Ирана никакой ядерной бомбы, хотя вот я на протяжении последних 25 лет слышу, что вот завтра у него уже три бомбы будет. Вот 25 лет я все слышу про три бомбы, которые будут завтра у Ирана. Ну нет у меня вот этой уверенности в том, что они есть и что очень быстро появятся. И если уж такая ядерная доктрина, то, скорее всего, иранцы будут ее все-таки придерживаться. Вот там государство, хоть и такое странное с точки зрения западной демократии, но оно правовое. Вот право там такое, понятное, да? Оно вот, в отличие от России, где нет никакого права, нет никакого закона. Канонического права, то есть, сказать, вот там, где есть законы шариата, и, с одной стороны, Давид был такой компартивист, юрист, вот он относил это к каноническому праву. Это очень особенное право, наряду с социалистическим, кстати. Это нечто такое, выходящее за понимание права как такового, как его предполагал Руссо, когда говорил о столкновении естественного государственного права. Тут как бы про естественные права-то там сложно говорить, но государственное право выражено достаточно понятным образом. Но вы считаете, что фетву никто не нарушит? Или фетву издали для того, чтобы прикрыть, собственно, самые ядерные разработки, там, создание бомбы, или, там, ядерное оружие, и так далее? Такое не может быть? Ну, в исламе есть такое положение, такие, где можно нарушить, можно солгать? Да, можно солгать. Если по Корану, это солгать для того, чтобы сохранить жизнь, солгать неверующим, неверным кофирам, им солгать для того, чтобы продолжать свою деятельность. Ну, мне кажется, вот это к этому не относится, совершенно из другой оперы. Вот это такие, не ради сохранения собственной жизни, чтобы продолжать борьбу, а не тот обман. Да, там вранья-то полном-полно, естественно, в Иране, пропагандистского вранья, очень много, даже не просто вранья, а умалчиваний. Вот нету этого, об этом говорить не будем. Вот это очень сильно распространено в иранской, вообще, в сфере средств массовой информации и выступления руководителей. Последняя вот такая тема, это касается вот этой попытки убийства Трампа. Вот разговаривали, что значит чуть ли не Иран собирался убить Трампа, ему дали усиленную охрану, об этом заявил Байден, ну, если вы следили за этим, очень выглядит совершенно неправдоподобно. Бог знает, может, если Трампа кто-то убьет, сказать, это иранцы его прибили, но тем не менее, такое звучало. А я в контексте этого хотел спросить, ну, а действительно, вот Трамп настроен на анти-иранский весьма, да, так сказать. Ну, я бы не так сказал. А вот как вот сказать? Ну, немножко не так, все-таки. Я думаю, что здесь, может быть, даже не сам Трамп, ну, первое, это сразу, как я уже говорил, это не приоритет. Ну, то есть во всей политике, во всей внешней политике, не приоритет. Давайте вспомним ближневосточными делами, даже не сам Трамп занимался, а его зять Кошник. Вот тот, который помог заключить Авраамовое соглашение, наладить отношения Израиля с рядом арабских государств, добиться того, что никто не обиделся на перенос посольства в Иерусалим, американского посольства. То есть вот там все это работал как раз не сам Трамп. Трамп, он, может быть, даже не совсем против Ирана, как такового. Он выступал против того, чтобы Иран был слишком сильным и агрессивным в регионе. Вот его роль как агрессора, вот она должна была сдерживаться каким-то образом. Вот это главное было направление. Я хочу напомнить, что вот, ну вы посмотрите, очень интересные же были периоды. Сначала период, когда Хабини пришел к власти, все, американцы враги. Мы тут вот заложников захватили в американском посольстве, и вообще там все было плохо, 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 плохо. А потом вдруг, вот сохраняя всю вот эту антиамериканскую риторику, иранский режим, вдруг во время войны, это с 80-го по 88-й год, война, когда Сандам Хусейн напал на Иран, жуткая война была, действительно. Кто передавал оружие американское через Израиль, и арабов шло американское оружие в Иран. То есть, вот был такой период, когда поняли в Соединенных Штатах, что, в общем-то, в данном случае Иран нужно поддержать, потому что Сандам Хусейн хуже вот тогда. Поэтому говорить так, что вот это полностью Иран совсем плохой-плохой, ну не надо этого говорить. Потому что, когда начинают в той же Америке здравые специалисты по внешней политике и по Ближнему Востоку смотреть на роль Ирана, они видят, что Иран, например, он враг Талибана. Да, это известно. У них очень-очень... Нет, иран-суристические организации, там, Федаинов, да, много таких вещей, где иранцы могут сыграть позитивную какую-то роль в регионе. Вот его, вероятно, надо не просто взять и там... Это враг, и будем его вот с ним плохо-плох-плох там обращаться. Потому что, по-моему, вот американцы, я думаю, они способны на то, чтобы здраво, взвешенно к этому подходить. И с Ираном может быть начать тот самый конструктивный диалог, о котором иногда заикаются иранские деятели. Вот то и дело. Прямо пофамильно можно назвать, кто говорил о том, что, вы знаете, вот с американцами нужно диалог развивать. Нет, эту идею отвергает, громко отвергает духовный лидер, вот тот же самый президент, который полностью повторяет все, что духовный лидер говорит Кизишкиян. Это марионетка полная вот этого Айталы Хаминой. Но есть влиятельные люди и мнение, к их мнению прислушиваются те, кто принимает решения в верхушке, в иранской, которые говорят, что, ребят, нам пора все-таки начинать какой-то диалог с Западом, с американцами, иначе нам тут совсем плохо будет. Они видят положение-то действительно аховое, в том числе в экономике, и что-то нужно сделать, чтобы, ну, хотя бы частично, но попытаться интегрировать Иран в мировую экономику, в какую-то более или менее политическую, финансовую систему и так далее, исправить вот то, что было напортачено раньше. Интересно. Ну, что же, мы, Михаил Иванович, уже почти 52 минуты в эфире, и нас смотрят больше 16 тысяч зрителей, и 5 тысяч почти с половиной поставили свои лайки. Я благодарю за то, что вы сегодня в пятницу нашли возможность прийти на какие-то вещи разъяснить. Я, кстати, вот придерживался до разговора с вами, ну, не то, что диаметральный противорожный, но другой, то есть, мне казалось, что Иран-то скорее устремится в возможность такого соглашения, но вот сейчас вот мое, вот я, так сказать, представление чуть пошатнулось, может быть, действительно, Иран останется действительно в стороне от того, что происходит сейчас в Украине и связанном с войной и самой России, бог знает, посмотрим, как покажет время, да, ничего не предсказуемо, все может измениться, но, во всяком случае, это весомая информация. Спасибо вам, Михаил Иванович, спасибо нашим зрителям, что опять они нашли возможность посмотреть этот эфир, ну, и увидимся скоро. Спасибо вам огромное. Вам спасибо и всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok